друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ребят сегодняшний мой обзор честно скажу вот переписываю уже второй раз дался мне дается мне нелегко потому что эмоции у меня просто зашкаливают посмотрев наверное первую часть видео лены на канале big big family лена рассказывает о том что она проплакала всю ночь после разговора с машей маша переезжает и маша обратилась к маме с предложением что надо куда-то деть собак в общем обо всем по порядку но прежде чем мы с вами перейдем к обсуждению сегодняшнего очередного киношедевра на канале big big family хочу ответить с некоторым комментатором сегодня я делала свой обзор на вигов мой обзор был как раз таки на ролик маши вот на машину исповедь где маша плакала 10 минут рассказывала на своем англоязычном канале который называется мария кука она значит плакала рассказывала о непростых взаимоотношениях с мамой о том что мама не понимает о том что ее вообще не никто не понимает в семье и так далее и этому ролику год я сделал обзор на этот ролик на что мне некоторые комментаторы пишут так этому ролику год ну да и дальше что это как-то что-то меняет это меняет суть увиденного и услышанного этому ролику год ну и что это что-то обнуляет нет эта ситуация была и мы о нем и мы о ней говорим эта ситуация вот этот ролик маши вот этот ее монолог говорит о том что происходит в семье ну так опять же на минуточку я понимаю что это этот ролик не этот ролик не на руку лени и не на руку ее обожателям я это прекрасно понимаю потому что это получается снимает вот корону с лениной головы да что оказывается она не идеальная мать и поэтому знаете вот эти вопросы этому ролику год да хоть было бы этому ролику 10 лет я бы его все равно прокомментировала и высказала бы свою точку зрения и еще один комментатор видимо тоже обожатель как раз был еще один такой комментарий но там был нормальный адекватный человек который пишет нормально адекватные комментарии а тут было прямо написано да это маша устроила прям сопли и так далее так вот я хочу сказать в таком случае глядя на ленину ситуацию на ее вот этот вот первый ролик о расставании о том что они расстались с вовой приняли такое решение значит получается это тоже сопли ради показухи вот так в общем ладно друзья мои давайте перейдем к сегодняшней теме тема была для меня непростая сразу скажу для начала хочу зачитать один комментарий и объясню почему эта тема для меня вообще непростая потому что я тот человек который всю жизнь подбирал бездомных животных так оно и есть так вот до животных которых кто-то выкидывал выкидывал просто потому что ну наигрались надоело оказывается собаки с кулят оказывается собаками надо гулять оказывается надоели и так далее вот никогда не пойму таких людей никогда не смогу их понять потому что хочется сказать слушайте прежде чем брать живое существо оно все-таки живое надо понимать что это не игрушка и надо понимать что за животные нужно нести ответственность им надо заниматься ему тоже надо уделять время и его тоже надо обучать учить, дрессировать и так далее. Но, как сказала Лена, она же сказала нам с вами, что какая дрессировка? Я взяла животное у меня для души. Но в таком случае, Лена, стонать не надо. Ну что, ребят? Нет, зачитаю комментарий позднее. В общем, что случилось? Что случилось в этом доме? А случилось следующее. Лена сегодня была просто, я бы сказала, сама не своя. Лена сегодня действительно была на эмоциях. В тот момент, когда Лена, то есть все случилось, видимо, конечной такой точкой, друзья мои, было то, что Джерри погрыз диван. И Лена, значит, в начале ролика показывает этот диван, который погрызан Джерри. Она его отчитывает, он делает такую, знаете, морду лица такую, типа, я не виноват, я тут причем, да, я вообще ничего не хотела плохого делать. И в этот момент Лена произносит следующую фразу и говорит. Я вообще считаю, что та тварь, которая завела животных, да, она так и сказала, та тварь, которая завела животных и должна ухаживать за этими животными. Нет, немножко не так она сказала. Я считаю, что та тварь, которая завела животных, они и должны ухаживать за этими животными, убираться за ними по два с половиной часа. Ну, я думаю, все поняли прекрасно, кому вот, кому относился этот эпитет, да, и комплимент в кавычках. Тварь, понятное дело, к Вове. Но, когда Лена сказала, они и должны, здесь Лена имела в виду не только Вову, но, насколько я понимаю, конечно же, и Машу. Лена сказала дальше, что у них у всех теперь есть жилье, у всех есть там разрешение держать кошек и собак, и в чем, сказала Лена, сука, проблема. А далее Лена сказала о том, что Маша ей заявила такую новость, что она уезжает, съезжает, и предложила маме избавиться от животных, сказав, что, мол, найди, куда их пристроить. Лена, в свою очередь, ну, по Лене было видно, что она, ну, так скажем, была на эмоциях, что она, возможно, плакала. Могу поверить, потому что она была прям, прям сегодня она была на эмоциях. И она говорит, что я прорыдала всю ночь. Она говорит, я устала, моя жизнь крутится возле собак, вокруг собак, два с половиной часа в день у меня уходит только на то, чтобы убирать за животными. Бедный Лёва, Лёва не может сидеть на диване, потому что там кругом одна шерсть. Давайте, ребята, разберем с вами вот эти моменты. Что касается, кто заводил собак, я читаю комментарии, там вообще дурдом в этих комментариях у Лены, там, значит, все кричат, да, вот этому козлу Вове, срочно отвози собак, и после того, как ты, значит, отвезешь Вове собак, вот тогда и будешь заниматься своими детьми. Мне хочется спросить некоторых комментаторов, вы правда такие наивные считаете, что отдав, даже отдав собак, Лена будет заниматься детьми? Вы такие наивные? Или вы не так давно смотрите Лену? Вы пролесните тогда вот эти видосы. Посмотрите, что было четыре года назад, когда не было еще в помине никаких собак. Лена и тогда не занималась детьми. Она ими вообще в Америке не занималась, от слова совсем. Поэтому есть у нее собаки, нет у нее собак. Это никак не меняет Лениного отношения к детям. Что тогда у нее дети в памперсах сидели с гаджетами в руках, еще собак в помине не было. Что сейчас уже, ну, правда, без памперсов, но тоже сидят с гаджетами в руках, и больше никто ничем не хочет заниматься. Вот и все. Что касается Вова, да, Вова, конечно, в этой ситуации хорош. Вова действительно хотел собаку. В таком случае, мне кажется, что Лене с Вовой надо поговорить и как-то решить эту ситуацию, да. То есть, если, допустим, Вова может что сделать? Вова может обеспечивать, что он, в принципе, насколько я понимаю, и продолжает делать, обеспечивать этих собак, собаки будут проживать с Леной. Могут решить как-то по-другому. Это уже их личное дело. Но когда Лена говорит, да, и Ленина защитники кричат о том, что Лена не хотела, а Вова захотел завести собаку, вот эту вот Милу, я не соглашусь. Как это так? Вы меня извините. Допустим, если в моей семье муж против собаки, а я за собаку, я не могу без разрешения мужа, да, без его, так скажем, одобрения взять и пойти сама лично и купить собаку или найти, подобрать собаку и привезти ее в дом. Потому что член моей семьи против. Как я могу сделать что-то такое, да, если один человек против? Точно так же и у Лены с Вовой. Значит, они на семейном совете когда-то решили, и все-таки Лена дала добро на то, чтобы взяли, купили Милу. Правильно? Правильно. Что касается ситуации с Джерри, наверное, некоторые забыли. Когда вылечили Джерри, Лена сама уже не захотела пристраивать Джерри, Лена сказала, что собаки у нее сейчас для души. Ведь они действительно для души. Посмотрите на эти морды. Посмотрите на то, как они радуются. Да Лене так дети не радуются, как радуются собаки. Как можно их отдать? Как можно вообще к живому существу относиться, как к игрушкам? Что касается Маши, я вообще, если честно, в шоке. Вот просто в шоке. За Машей так бегала всегда эта Мила. Маша так эту Милу нацеловывала, нацеловывала. Так Маша любит собак. Нам вчера даже показали эту любовь во вчерашнем Ленином ролике. А сегодня, бац, и Лена говорит о том, что Маша сказала, мол, я переезжаю, пристрой куда-нибудь собак. А это что, игрушка? Ну и что, что ты переезжаешь? Возьми собаку с собой. Какие проблемы? Возьми собаку с собой. Если ты ее любишь, а почему бы и нет? А что в этом такого? Вы меня извините, люди сходятся. У кого-то есть собаки, у кого-то есть кошки и так далее. Что касается, ребят, когда Лена сказала, бедный Лева, он не может садиться на диван, весь диван в шерсти. А мне хочется спросить, а у Левы рук нет? У Левы вообще нет возможности взять в руки пылесос? Вообще, может быть, Лева хоть что-то может делать по дому? Помимо того, что держать в руках какой-нибудь пульт, да? Или какой-нибудь джойстик от приставки или еще что-нибудь? Или Лева ни на что вообще не способен в этой семье? Я хочу еще раз напомнить. Когда Лене говорили про то, что собаками надо заниматься, их надо дрессировать, Лена сказала, нет, у меня собаки для души. Ну тогда терпи, какие проблемы? Лена опять жалуется на то, что вот у нас, говорит, ковры в доме и мебель, вот диваны, это все одноразовое, потому что собака вот это вот все сжирает. Значит, убери ковры. Значит, запирай на ночь собаку где-нибудь, там, где не будет дивана, там, где она не будет жрать этот диван. Какие проблемы? Она говорит, вот, Милка-то уже спокойная. Ну, правильно, Милка спокойная, потому что она постарше. Этот, конечно же, помоложе, естественно. Потом, да, опять же, заниматься надо. Собаками надо заниматься, как и детьми. Тем более, это такие большие собаки. Это ж не маленькая ручная собачка. Ой, ребят, не могу. А понравился один комментарий. Очень понравился. Прям вот все то, что бы сказал я, сказал этот человек на канале у Лены. Ребят, послушайте. Здравствуйте. Я никогда не пойму людей, которые избавляются от животных, которых сами же и завели. Если собака ведет себя плохо, это только вина хозяина. Как бы Лена не говорила, но собаку нужно воспитывать. В Маше разочарована. Ведь так вроде любит Милку. И на тебе, деть ее куда-нибудь. Теперь понимаю, что у Маши любовь показная. Ну и что, что переезжает? Переезжай с собакой. Если молодой человек любит тебя, Маша, значит и с собакой будет любить. Я вообще не стала бы жить с человеком, который был бы против, так как это предательство. сегодня предала собаку, завтра человека. Я свою собаку никогда не брошу и никому не отдам. Если переезжать, то только с ней хоть не другой конец света. Я хочу сказать этому комментатору. Ее зовут Инга. Она написала этот комментарий на канале Лены. Огромное вам спасибо за то, что есть такие нормальные, адекватные люди с огромным сердцем. За то, что не оправдывают вот это, знаете, наигрались, а теперь пошла вон. Ну или там продам кому-нибудь. А вы, да, даже продать можно или отдать кому-то. Как вот пишут, отдайте в добрые руки и так далее. Вы вообще ничего не понимаете? Вы не понимаете, что эта собака, это живое существо? Вы представляете, какой у нее будет стресс? Ее предали. Это живое существо. Они там пишут, не надо очеловечивать животных. Да если вам насрать на животное, значит вам точно так же с легкостью будет насрать и на человека. Это сто процентов. Вот я вообще, ребят, вот я посмотрела вот этот дебилизм. Я не знаю, вот честно, вот понимаете, я вообще не понимаю. На кой черт вы набрали этих животных, а теперь все разбежались в разные стороны и сидят, решают, кому должны достаться эти животные. Если вот мое мнение, да, если никто не хочет брать этих животных, Вова, значит, не хочет, такой любитель тоже животных, да, офигенный. Маша тоже такая же на словах любительница животных, теперь пристрой куда-нибудь. Это вообще, это просто пиздец, извините за выражение. Я просто не могу даже уже нормально вообще вот это вот все комментировать. Я считаю, в данном случае, если все разбежались в разные стороны, то, по крайней мере, пусть оплачивает содержание этих животных, да, возможно, дрессировку этой собаки и так далее. Я правову. Но, насколько я понимаю, он и сейчас все продолжает оплачивать. Почему Ленина комментаторы, вот эти обожатели, пишут о том, что денег нет на дрессировку? Да с чего вы взяли, что у Лены нет денег? С чего вы взяли, что он ее не обеспечивает и детей? Насколько я понимаю, обеспечивает. Ну, так хорошо. Значит, обратись к нему и скажи так и так. Вот такая ситуация. Дай мне денег, да, на то, чтобы вот как раз-таки собакой кто-то бы позанимался. Ее бы чему-нибудь научили. Конечно, ее надо чему-то учить. Но мы же не избавляемся от детей, когда наш ребенок начинает выкидывать какие-то штучки-дрючки, да? А когда у детей подростковый возраст, то, простите, это что, если ребенок оступился или сделал что-то плохое, это что, надо сдать его, может быть, куда-нибудь сразу? Все? Все? Да, не оправдал наших надежд? Ну, что, что подрали тебе диван? Ну, ничего страшного. Ну, значит, как-то либо накрывай эти диваны, да? Либо действительно убирай собаку на ночь куда-нибудь, вот, пожалуйста, куда-нибудь, там, на террасу, закрывай ее, там, там нет диванов, да? Там нечего будет драть. Вот там, где у нее мангал стоит. Какие проблемы-то? Я вообще не вижу проблем. Было бы желание. Короче, ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok